Добрый день! На телеканале НЕКТВ время дневных новостей. С вами Антон Липовский. И сначала коротко о наиболее заметных событиях к этому часу. Не утвердили. Глава региона потребовал админспорта доработать план развития на ближайшие годы. Посадили по делу? Внимание! Шаг посадки между сеянцами 70 сантиметров. В день леса Калуга заметно озеленилась. Нестандартный репертуар духовой музыки представили дети в парке культуры. И теперь во всем подробнее. Владимир Путин отметил успешную реализацию в Калужской области совместных инвестиционных проектов с Китаем. В преддверии официального визита в Китайскую Народную Республику президент дал интервью ведущим средствам массовой информации этой страны. Говоря о перспективах в направлениях сотрудничества с КНР и примерах успешной реализации двухсторонних инвестиционных проектов, Владимир Путин отметил участие китайского капитала в реконструкции аэропорта в Калужской области, а также в возведении на ее территории заводов по выпуску автокомпонентов и строительных материалов. Полная версия интервью размещена на официальном сайте президента России. Добавлю, что калужский губернатор Анатолий Артамонов находится в составе российской делегации, которая отправляется сегодня в Китай. Калужский фармкластер расширяет границы. Сегодня в технопарке Грабцево открылся завод «Берлинфарма». Новое предприятие площадью более 10 тысяч квадратных метров способно производить 50 миллионов лекарственных упаковок в год. На данный момент с конвейера сходят только два препарата. Как только завод выйдет на полную мощность, ориентировочно в 2016-2017 годах, выпускаться будет уже 8 наименований. В планах компании на этот год строительство рядом с заводом логистического комплекса, чтобы препараты известного бренда можно было доставлять по всей России. Поскольку фармацевтический кластер региона славится не только масштабным производством, но и прочной научной базой, губернатор Анатолий Артамонов предложил договориться с руководством «Берлинфарма» Дмитрием Гурским о создании при заводе исследовательского центра. Добавлю, что сегодня в Калужской области открывается еще одно предприятие. В Ферзиковском районе компания «Лафарш» запускает завод, который будет производить до 2 миллионов тонн цемента в год. По заверению инвесторов, проект является передовым как с точки зрения энергоэффективности, так и влияния на окружающую среду. На месте стадиона центральная общественность хочет видеть новый дворец спорта. Сегодня на рабочем совещании правительства министр спорта и молодежной политики Алексей Логинов сообщил, что в пользу такого решения собрано 10 тысяч подписей. Напомню, в апреле инициативная группа граждан выступила с требованием сохранить существующий стадион. После этого глава региона поручил остановить все работы, связанные со строительством нового объекта, для того, чтобы изучить мнение граждан по данному вопросу. И 10 тысяч подписей для принятия окончательного решения Анатолий Артамонов считает недостаточным. Как недостаточно и финансовое участие муниципалитета в программе развития физкультуры и спорта. В ближайшие 6 лет власти региона планируют потратить на эти цели около 7 миллиардов рублей. Чуть более 2 миллиардов добавит в федеральный бюджет. А вот муниципалитеты на спорт сильно тратиться не готовы. Заложили всего 159 миллионов рублей. Такая цифра, по мнению губернатора, его по меньшей мере удивила. Я не согласен с тем, что 159 миллионов за 6 лет собираются вложить муниципалитеты в развитие спорта на своих территориях. Один город Калуга наверняка будет ежегодно больше вкладывать, чем вы цифру поставили на все муниципалитеты на 6 лет. Наверняка будет вкладывать гораздо больше. И вкладывает, кстати говоря. Вот из каких соображений вы эту цифру поставили? К рассмотрению госпрограммы по развитию спорта решили вернуться повторно через месяц. Представителям профильного ведомства губернатор настоятельно порекомендовал изучить реальные финансовые возможности муниципалитетов. Калужская область не осталась в стороне от всероссийской экологической акции. В день посадки леса за лопаты взялись все. От региональных министров до школьников и добровольцев. За посадкой европейских елей наблюдала Татьяна Зимушина. Внимание! Внимание! Шаг посадки между сеянцами 70 сантиметров. Строгие правила, специальные инструменты и перчатки для особо важной миссии. День посадки леса за несколько лет стал для нашей области верным признаком ухода весны. Сезон заканчивается, осталась последняя возможность внести вклад в массовое озеленение. Работа идет весело, а делается это все для того, чтобы у нас лес был все-таки, а не поля вырубленные. Чтобы детишки, внуки, потом Юрия Сергеевича радовались. Гуляли тут. Ну, чтобы даже заблудились точно. Грибы и ягоды будем собирать ходить через 20 лет. Здорово! Ходить за грибами, хоть и не скоро, можно будет в молодой лес недалеко от деревни Калюпаново. Место участники акции не выбирали, его еще два года назад определил типограф. Жук с канцелярским названием уничтожил деревья и их пришлось вырубить, рассказывает министр лесного хозяйства региона Владимир Макаркин. И лично борется с последствиями нашествия насекомых. Такие пострадавшие участки явление распространенное. Любители природы ненасытный караед обеспечил работой надолго. У нас на территории области в этом году посажено около 6 миллионов саженцев. 1600 гектар пройдено такими вот посадками. И, конечно, здесь повлияли и погодные условия, и караед типограф. Но у нас есть цель, которую поставил Анатолий Леонидович. Каждая площадь срубленная должна посажена хозяинами с ценными породами. На этом месте должен появиться лесной массив европейской ели. Погода для добровольцев не идеальная, а вот для будущих деревьев моросящий дождь – самое благоприятное условие. Да просто это интересный опыт, так сказать, отделенения планеты. Но мы вообще тут впервые, вот первый раз пришли, просто решили попробовать. Сколько и какие именно маленькие елочки примутся неизвестно, поэтому нужно точно запомнить место своей посадки. Найти его среди тысяч деревьев, которые планируется высадить, будет нелегко. Вот такая гряда, сейчас посчитаю, какое дерево, вот это особенное. А я весь пятый ряд поставила. Ой, четвертый ряд, четвертый этаж. А Николай Викторович первый ряд посадил. Мы же рядом с ней чуть-чуть, по четвертому. А перчатки на память можно? Нет, конечно, можно. Татьяна Зимушина, Леон Ким, Степан Хохлов, телекомпания НИКО-ТВ. Свою лепту в массовое озеленение региона внес и губернатор. Анатолий Артамонов посадил дерево в Дзержинском районе и пообещал следить за тем, как оно будет расти. Напомню, акция, организованная по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства, проходит с 2011 года. В этот раз в ней приняли участие более 4 тысяч жителей Калужской области и высадили в лесах, скверах и парках свыше 300 тысяч деревьев разных пород. Современные технологии и модные сорта. Молодежный подход к сельскому хозяйству демонстрируют фермеры села Дуброво Кировского района. На полях Сергея Иванова есть и овес, пшеница, но основной упор его команда делает на выращивание картофеля с целью возродить ранее популярное и развитое в области семеноводство. С крестьянином нового поколения познакомилась Ирина Сидорова. Даже современная машина без человека никуда. Выбрать клубни один к одному пока способен только глаз опытного сельхозработника. И все же смертельная усталость от ручного труда уходит в прошлое. Тандем с новыми технологиями для тружеников ведра и лопаты – приятный и даже интересный опыт. Очень нравится, очень, конечно, это все организовано. Ну, вы сами видите, какие современные агрегаты, машины. И картофельная сажалка, и картофельный комбайн. Вот. Даже вот то интересно, что у них радиосвязь. Вот. Они на поле находятся, сообщают, что нужно подвезти, что отвезти. Монстры полей – гордость главы хозяйства Сергея Иванова. За рулем трактора сидел с детства на коленях отца, теперь разъезжает на собственном. Три в одном. Он удобряет, обеззараживает и сажает одновременно. Техническое оснащение по последнему слову – главное условие успешного развития хозяйства. Уверен молодой фермер. Техника замечательная. Слава Богу, что она наша калужская, потому что никаких проблем с запчастями не возникает. Но она практически и не ломается. Она высокопроизводительная и позволяет сажать более 10 гектаров в день, особо даже не напрягаясь. Ну, добавили там, как сказать, и складская техника, и сортировальная техника есть. Существенно облегчает труд людей, потому что они как рассказывали, что в те времена, когда в колхоз сажал 220 гектаров, 500-700 человек приезжало шефу убирать картофель. В планах у небольшой, но дружной команды на этот год освоить 100 гектаров, 40 из которых уже засеяны ценными сортами с романтическими названиями из Голландии и Германии. По соседству с иноземной элитой прорастут семена местного производства. За чистоту породы фермер борется бок о бок с известным селекционером, заслуженным работником сельского хозяйства России и Калужской области. Наша задача сделать на базе нескольких хозяйств под надзором Александра Петровича Глухова, исходя из того, что он является и соавтором одного из сортов, жуковские ранние, которые мы культивируем, а на него в Краснодаре очень высокий спрос. Семена разлетаются. И основная задача просто возродить семеноводство, и плюс еще, ну и самим тоже зарабатывать, потому что рентабельность существенно выше. В планах обрабатывать вдвое больше, чем сейчас. Для этого есть и техника, и земля. Догнав и перегнав по результатам бывший совхоз, можно будет задуматься об исполнении давней мечты. Уже в следующем году Сергей Иванов планирует претендовать на грант по программе развития животноводства, завести крепких бычков и обеспечивать всю область вкусным и полезным мясом. Ирина Сидорова, Никита Богадов, Валерий Белоусов, телекомпания НИКТВ, Кировский район. Духовно-светский диалог об истории, культуре и общечеловеческих ценностях. Калужская земля в девятый раз принимала участников Оптинского форума. В этот раз главной темой встречи стала историко-культурное наследие Святой Руси и культурная стратегия развития страны. Митрополит Калужский Боровский Климент, приветствуя собравшихся, отметил неоценимое значение в сохранении культурного и духовного наследия Руси, народных песен и книг. Важно, чтобы молодежь читала именно русскую классику, а не однодневные романы, отметил владыка. К сожалению, он констатировал, что часы по изучению наследия классической русской литературы сокращаются, заменяясь чем-то другим. Однако стране нужны не только охранники и менеджеры, но и музыканты, поэты и художники. У нас сместились за последние два десятилетия ценности. Правда? Правда. Народ это понимает. И слава Богу, сейчас, хотя только это на словах, но об этом говорят и в верхах. Надо возродить нашу культуру. Культура – это основа и будущее России. Духовная мудрость от братьев и наместника монастыря. Свою работу форум продолжил в Оптиной пустыне. Здесь говорили о сочетании свято-отеческих ценностей и современных научных знаний. О том, что в культуре надо делать акцент не на развлечении, а развитии личности. От современного джаз-рока до традиционных вальсов, марши и произведений известных композиторов. В парке культуродыха прошел фестиваль детских духовых оркестров. Неожиданное исполнение в классической интерпретации прослушал Александр Комиссаров. Парадная одежда и начищенные даблетские инструменты. Погода тоже не подвела. Впервые после многолетнего перерыва в Калуге прошел фестиваль детских музыкальных оркестров. Коллективы из Шопенского сельского дома культуры, школы искусств номер один и номер пять представили на суд зрителей огромную палитру духовых произведений. Детям очень полезно выступать, полезно смотреть на другие выступления. Потом май – это всегда, мне кажется, благодатное время для выступлений духового оркестра на улице. Программа свободная. Каждый коллектив сыграл от трех до пяти произведений. Помимо общегородских концертов, все оркестры активно гастролируют, участвуют во всероссийских конкурсах. С тех пор, как три года назад руководителем оркестра пятой школы искусств стал Владимир Бабинцев, дела у ребят пошли в гору. Постоянные концерты, конкурсы и гастроли держат коллектив в тонусе. В этом году с обновленной программой юные музыканты заняли третье место в конкурсе «Серебряные трубы», проходившем во Владимире. Прошлый творческий сезон также был успешным. В прошлом году мы участвовали в конкурсе «Медные трубы». Это был конкурс в городе Иванове. И в номинации «Детские духовые оркестры» мы стали первыми. Многие юные оркестранты уже определились с выбором профессии. Даниил Авдеев играет на трубе шесть лет. В дальнейшем хочет связать свою жизнь с музыкой. Красивая музыка, во-первых. Много разных поездок интересных, где можно подружиться с другими оркестрами. Фестиваль детских духовых оркестров стал очередным творческим этапом для музыкантов. Впереди у коллективов репетиции и подготовка к новому концертному сезону. Александр Комиссаров, Андрей Бодрышев, телекомпания НИК-ТВ. Очередной матч проведет сегодня футбольный клуб «Калуга». На стадионе «Аненки» в рамках 27-го тура чемпионата страны наша команда будет принимать «Орел». Напомню, после поражения воронежскому факелу космонавты опустились на восьмое место в турнирной таблице. Однако победа во встрече с клубом «Изорла» может вывести «Калужан» на пятое. Наши же сегодняшние соперники занимают только 12-ю строчку. В игре первого тура наша команда в гостях добилась уверенного успеха, победив со счетом 2-0. Сегодняшний матч в «Аненках» начнется традиционно в половину седьмого. В библиотеке в центре внимания программа «Главное». В преддверии профессионального праздника работников книжных хранилищ мы поговорим о том, есть ли книжный спрос в «Калуге». Телефон прямого эфира 557799. Начало в 20 часов. И это все новости к данному часу. Далее прогноз погоды. Берегите себя и до встречи на НИКе. Субтитры создавал DimaTorzok